Вороны – одни из самых умных птиц в мире, но когда старик начал кормить местную ворону, он был не готов к подарку, который она ему принесет и который растрогает его до слез. Арнольд Харрисон был пожилым мужчиной, у которого была прекрасная жизнь. Он встретил любовь всей своей жизни, когда ему было чуть за 20, девушку по имени Амелия. Эти двое были неразлучны с первой встречи, часто отправляясь в новые захватывающие приключения по всему миру. Несколько лет спустя, после тайного бракосочетания и свадьбы, Арнольд и Амелия вернулись в свой родной город, где решили осесть и завести собственную семью. Им нравились приключения, которые они пережили вместе, но в то же время они чувствовали, что в их жизни чего-то не хватает. Поговорив, они поняли, что оба хотят завести семью, и вскоре Амелия забеременела. Будущие родители были счастливы этой новостью и с нетерпением ждали новой главы своей жизни. Они хотели научить своего ребенка всему, что знали о жизни и мире, и показать, как прекрасна и удивительна планета, на которой он появится. Через девять месяцев после тяжелой беременности Амелия родила прекрасную девочку. Пара назвала ее радостью за всю радость, которую она принесла в их жизнь. Амелия и Арнольд были замечательными родителями и воспитали дочь такой же любознательной, настойчивой и жаждущей приключений, как они сами. Семья часто ездила в путешествия, куда захотят. Однако больше всего радость любила птиц. Где бы они ни были, она брала бинокль и книгу по наблюдению за птицами, чтобы посмотреть, кого она может найти. Девочка встречала много редких птиц, но ее любимцами были обычные, но очень умные вороны. Ей нравилось наблюдать, как они летают и решают сложные задачи, например, как расколоть твердый орех, который их клюв не может раскрыть. Радость часто приносила этим черным птицам трудновскрываемые орехи и смотрела, как они решают проблему добычи пищи изнутри скорлупы. Часто вороны брали орехи и бросали их на дорогу, дожидаясь, когда машина раздавит их. Заинтересованная этими удивительными созданиями, радость с радостью кормила их в своем саду каждый день. Вскоре у нее собралась небольшая стая ворон, которые прилетали в сад за едой. Это продолжалось следующие несколько лет, пока радость росла и становилась молодой девушкой. Каждый день вороны прилетали как по часам и каркали, пока радость их не покормит. За эти годы одна конкретная ворона привлекла внимание радости. Это была самая обычная птица, за исключением того, что у нее не было одного глаза. Любящая иронию, радость назвала эту ворону моргалкой. Эта птица была ее любимицей, и девушка часто давала моргалке дополнительную порцию еды, чтобы показать свою любовь. В ответ моргалка стала приносить девушке блестящие предметы, которые, очевидно, дорожило. Тот факт, что птица была готова отдать ей свои дорогие вещи, заставлял радость чувствовать себя счастливой и гордой от дружбы с вороной. Когда радость подросла, она решила пойти в армию. Ей всегда казалось, что это хороший карьерный путь, полный приключений и тяжелой работы, и она хотела увидеть мир по-новому. Узнав новость о том, что их дочь идет в армию, Арнольд и Амелия испытали противоречивые чувства. Они были рады, что радость идет к своей мечте, но в то же время переживали, ведь армия – опасная профессия. Они знали, что там все может пойти ужасно неправильно в любую секунду. Но понимая, что не смогут ее переубедить, родители дали ей свое благословение и надеялись, что она вернется живой и невредимой. Однако был кто-то, кому радость не смогла объяснить свое внезапное отсутствие. Как только девушка уехала в лагерь подготовки, моргалка по-прежнему прилетала каждый день требовать еду. Птица привыкла к распорядку и не могла понять, почему радость не встречает ее с широкой улыбкой и горстью семян и орехов. Через неделю, когда ворона прилетала в сад и каркала часами, Арнольд наконец не выдержал и решил что-то предпринять. Поскольку он и Амелия много путешествовали в молодости, у них не было детей до сорока с лишним лет. Это означало, что когда радость ушла в армию, Арнольд был довольно пожилым и мог наслаждаться заслуженной пенсией без работы. Он решил взять на себя обязанности радости, пока ее не было. Каждое утро мужчина вставал пораньше и готовил много семян и орехов для всех птиц в саду. Поначалу он воспринимал это просто как обязанность и способ заставить птиц поутихоньше каркать, но спустя дни и недели Арнольд обнаружил, что с нетерпением ждет утра, чтобы посмотреть, какие птицы прилетят сегодня. Как и всегда, каждый день прилетала моргалка, чтобы поесть. Когда Арнольд пытался подозвать ее поближе, ворона просто улетала. Он видел, что птица ведет себя настороженнее с ним, чем с его дочерью. Но мужчина был полон решимости расположить к себе животное. В конце концов, моргалка была ближайшим, что было у радости к домашнему питомцу, так как девушка не верила в содержание диких животных в неестественной для них среде. После много терпения, ожидания и подкупа разной едой, Арнольд смог убедить моргалку есть с его руки. Мужчина был в восторге от результата. Он и птица постепенно подружились, и ворона стала для Арнольда так же важна, как и для радости. Однако через пару недель после того, как они подружились, Амелия и Арнольд получили ужасные новости. Оказалось, радость была ранена во время заграничной миссии. Арнольд и Амелия были охвачены беспокойством и горем. Им почти ничего не сказали в армии, только что радости требуется отпуск на восстановление. С каждым днем, когда радость не была дома, Арнольд все больше волновался. Он сидел с птицами каждое утро, кормя их хлебом. Но его обеспокоенное поведение смущало моргалку. Птица понимала, что что-то не так, но не знала, что именно. Желая подбодрить друга, ворона начала приносить Арнольду разные блестящие предметы, как она делала с радостью. Но однажды ворона принесла старое кольцо, и, увидев его, мужчина не мог поверить своим глазам. Это было кольцо, которое он подарил радости, когда она была маленькой. Внутри кольца была выгравирована, вечно любимая и дорогая радость. Девушка потеряла его однажды в парке, когда гуляла с друзьями, и очень переживала из-за потери, плакала два дня. Увидев кольцо, принесенное вороной, Арнольд не смог сдержать слез. Он почувствовал, что этот дар был знаком свыше, возможно от Бога, что все будет хорошо, и он найдет радость живой и невредимой по возвращении домой. И действительно, через несколько дней радость сошла с самолета, выглядя немного побитой, с парой ссадин и ушибов, но без серьезных травм. Амелия и Арнольд обняли дочь изо всех сил, радуясь, что она жива и вернулась к ним. После объятий Арнольд показал радости кольцо, которое принесла моргалка. Он рассказал, что когда он боялся худшего, ворона прилетела и успокоила его, что все будет хорошо. Радость была потрясена, что кольцо нашлось, и сразу надела его обратно. Она тоже знала, что это знак удачи и любви, и что так моргалка выразила заботу о ней и ее семье. Радость, Арнольд и Амелия продолжили кормить всех ворон, что прилетали в их сад, но для моргалки у них всегда было особое место. Они баловали ее дополнительной едой и лакомствами. Хотя радости было грустно терять друга, она знала, что та будет наблюдать за ней, как и всегда. Какое удивительное повествование! Напишите в комментариях, что вы о нем думаете, и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал для просмотра еще невероятных историй. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok